Итак, настоящую осаду переживают сегодня жители Урала. Снегопады и метели заблокировали тысячи пассажиров на земле и воздухе. Екатеринбург закрыт для авиасообщения. Настоящая жесть творится и на дорогах. За сутки в области произошло около 500 аварий. Из-за непогоды пришлось даже отменять футбольные матчи. Зато мукомольный завод проживет еще один день. Обо всем по порядку. Мария Новикова. В настоящей маду не жарко. Там холод, снег и ветер. Сегодня так не шутят, а сокрушаются горожане. Мощная метель блокировала Урал. По заледенелым и заснеженным дорогам машины не едут. Катятся. Многие ждали не зимы, а весны. Оттого успели сменить шипованные зимние покрышки на летние. Метают машины. Я с трассы сейчас приехал. Вся трасса в машинах приезжает. Те, кто решил поехать на такси, тоже прогадали. Ждали часами или же платили втридорога. Снежный фронт, как и военный, принес жертвы. Сильнейший ветер сегодня валил деревья. Огромная ветка тополя придавила несколько машин. Пал под натиском и светофор в центре. Кроме света белого, ничего не видно и на трассе. Водители хоть и крадутся не быстрее 40 км в час, но то и дело вылетают в кювет или влетают в другие машины. Только днем в области число ДТП перевалило за 400. Еще больше тех, кто шлифует снежные накаты. Большие грузы с места сдвинуться не могут. На скользкой дорожке размер машины имеет значение. В мешанине воды и снега грузовики пробуксовывают и выбраться сами не могут. Чтобы их вытянуть, нужен еще один тягач. Только взяться ему неоткуда. Помощи приходится ждать часами. Благоустроители ситуацию комментируют коротко и емко. Жесть. По-настоящему зимний снегопад в конце апреля не ждали. Синоптики обещали лишь небольшие осадки. Штормовое предупреждение дали лишь накануне утром, когда погодный кошмар уже наступил. Как и автомобилисты, дорожные службы успели перевести технику на летний режим. В каждом ДЭО оставалось по одной, по две машины техники, которая может посыпать дороги на случай непогоды. Дополнительно вчера переоборудовали еще по 2-3 единицы техники. Конечно, этой техники недостаточно, потому что обычно в зимний период у нас работает в каждом районе от 12 до 15 единиц техники. То есть раз в 3, в 5 раз больше. От того дороги едва успевают спасать от гололедицы. За ночь реагента высыпали по зимнему много, больше сотни тонн. Техника, которую успели приспособить, в авральном режиме просыпает дороги, а рабочие вручную метут тротуары на перегонки со снегом. Кто быстрее? Пока безоговорочно лидирует метель. Конца не видно не только белому плену, но и рабочему дню. Полтысячи человек будут работать ночью. Такой погодный кошмар стал неприятным сюрпризом даже для опытных уральцев. Не говоря уж о гостях. У нас уже цветы цветут, черешня, вишня, уже ягодки появились на деревьях. Уже некоторые в море купаются. Но вот я думал, что здесь тепло, а тут у вас, оказывается, еще зима. И такое все время, что скоро Новый год. Вьюга не просто накрыла, блокировала город. Из-за шквалистого ветра воздушные ворота в Екатеринбурге закрыты с самого утра. Отменено больше 30 рейсов. Те лайнеры, что успели вылететь, экстренно садят в Перми. Жарко, разве что в самом Кольцово. Из-за мощной метели сотни пассажиров оказались в заложниках. Ждать вылета приходится на чемоданах. Сегодня я уже домой не выпаду, потому что у меня был там стаковочный рейс еще на Франкфурт. И как бы завтра, я так понимаю, тоже, может быть, только к вечеру доберусь. Так что, ну вот это, конечно, возмущается. Остудила метель и пыл футбольных фанатов Урала. Противники клуба, томичи, не смогли прилететь. Сегодняшнюю игру молодежных сборных отменили. Перспектива завтрашней встречи профессионалов облачна, как погода. Разочаровались и те, кто ради зрелища готов был терпеть ненастья. Десятки горожан сегодня больше часа ждали на Макаровском мосту, когда взорвут здание мукомольного завода. Но планы тоже ветром сдуло. Теперь, как все, ждут погоды. Но синоптикам впору петь, когда весна придет, не знаю. Пройдут снега еще не скоро. Метель в Екатеринбурге задержится до середины следующей недели. Мария Новикова, Юлия Анашкина, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.